друзья всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня хочу с вами поговорить о самом свежем самым последним вот так смартфоне от компании realme gt neo 2 погнали у меня он в таком ярком насыщенном цвете кислотным я бы даже сказала причем в таком не совсем зеленым да больше наверное салатовый но при этом с отливом в желтизну в зависимости от того как его наклоняешь в общем крайне интересный смартфон с хорошими техническими характеристиками здесь snapdragon 870 120 герцовый amoled дисплей быстрая зарядка на 65 ватт 5000 миллиампер в общем крайне любопытный крайне интересный и наверное лучший смартфон за этот год у компании realme но сначала сделаем небольшую распаковку если вы знакомы с realme и в принципе с линейкой gt то наверное такая большая коробка не будет для вас открытием собственно не стало удивлением она и для меня поэтому повторяться и что-то комментировать на ее счет не буду так realme видит упаковку своих девайсов ну что ж будем складировать большие коробки у себя дома и так это документация тут естественно должен был быть смартфон но я ему уже попользовалась активненько поэтому не буду делать вид что о боже первый раз вижу этот смартфон мои эмоции такие-то там в общем кому нужна эта наигранность алена подготовка на 5 с плюсом и так кабель юсб тайп си и как я говорила зарядный блок на 65 ватт супер дарт от realme конечно же в комплекте есть еще скрепочка не забыли про неё и вот такой вот серенький защитный чехольчик вполне себе обычный полностью защищает смартфон со всех сторон то есть это не бампер какой-то а прям полноценный силиконовый чехол с логотипчиком realme точнее с надписью буквально пару слов еще скажу про внешний вид он мне кажется максимально примечательным и крайне интересным вот что касается дизайнов у realme мне кажется с этим проблем нет дизайнеры конечно изощряются как могут но результат получается действительно классным вот эти салатовые вставки они матовые а вот это вот черная полоска которая мне кажется добавляет еще больше стиля этому смартфону она глянцевая но при этом отпечатки пальца на удивление здесь практически не остаются ну или если остаются то фактически не заметны вашему глазу поэтому со смартфоном можно вполне себе ходить без чехла тем более что как я уже сказала чехол в таком сером цвете и честно говоря не хочется прятать эту красоту вот в такой вот простенький чехол потому что единственное что ярким остается это блок камер но если например вам нужно чтобы при каком-то сценарии ваш смартфон не выделялся честно говоря даже не знаю каков может быть сценарий в таком случае но если вы может быть какой-нибудь бизнесмен в костюмчике и вечером вы как блиц скорость без границ гоняете на какой-нибудь ламбе а потом выходите на встречи в костюме надеваете такой чехол и все вы опять же деловой человек максимально аккуратный без сам без намека на то что вас есть что-то дерзкое что-то драйвовое ну или я не знаю в общем напишите какой-то свой сценарий использование я бы честно говоря сделала какой-нибудь прозрачный чехол потому что повторюсь такую красоту скрывать не хочется мне этот смартфон нравится вот в таком вот виде а не в таком что касается расположение элементов то здесь сделали как я люблю кнопка включения с одной стороны качелька регулировка громкости а точнее здесь две отдельные механические кнопки переключения громкости с другой стороны таким образом невозможно перепутать клавиши хотя с другой стороны кнопка включения такая немножечко рифленая поэтому даже на ощупь можно понять что это именно кнопка включения снизу разговорный динамик type-c разъема микрофон слот для sim-карт сверху еще один разговорный динамик так что здесь стерео динамики которые дают полноценный классный объемный звук но об этом в самом конце в краем правом верхнем углу разместили фронтальную камеру причем она очень маленькая сам объектив небольшой и выглядит очень даже незаметно ну то есть фактически на нее глаз практически не падает защитная пленка они стекло уже наклеены на дисплей с завода поэтому о какой-то временной защите беспокоиться не придется ну и основной блок под камеры выпирает конечно же но не так сильно как у конкурентов и основной модуль здесь на 64 мегапикселя всего три объектива и две вспышки друзья кстати заметили обновление это игровое кресло от каньон с рамой из металла и бесшумными колесиками тут газ лифт четвертого класса последнего поколения плотная пена с эффектом памяти так что со временем мне в нем будет еще более комфортно сверху качественная эко кожа красивая расцветка удобные подушечки для поддержки головы и спины конечно же регулируемая спинка и подлокотники в общем то что нужно поэтому вы еще не раз увидите его у меня в роликах и стримах приобрести его можно во многих магазинах но именно в м-видео сейчас можно купить это кресло в рассрочку без первого взноса и переплат что на мой взгляд очень удобно так что присмотритесь окей теперь перейдем к начинке мне повезло ну или не знаю может быть вам повезло все-таки больше от этого что этот смартфон приехал ко мне буквально за несколько часов до вылета поэтому я с радостью взяла его с собой в отпуск и и преимущественно делала фото и видео именно на этот смартфон примеры того что получилось я покажу вам чуть позже а пока перейдем к дисплею он тут amoled 6,62 дюйма думаю вы понимаете в чем разница от айпиес он яркий насыщенный с глубоким черным с максимально возможными углами обзора для amoled экранов в общем приятный как я уже сказала в самом начале этот смартфон с частотой обновления экрана 120 герц и учитывая что он еще и игровой это крайне важно другой момент что далеко не все игры допускают даже 90 герц не говоря уже про 120 но даже в работе со смартфоном в течение дня такая частота это крайне приятно но поскольку я все-таки уже как никак фанат игры папка запущу пожалуй его тем более что он кстати тут уже был предустановлен мне правда его потребовалось сначала обновить но тем не менее слева появляется специальная игровая панель с множеством настроек для того чтобы сделать игру максимально персонализированной подстроить под ваши хотелки тут настройка уведомления вызовов мессенджеры быстрая запись экрана корректировка яркости и даже значение pps показывает я поиграла в этот смартфон сначала полчаса потом потрогала даже к щеке так приложила чтобы лучше почувствовать нагрелся он или нет и до верхней части легкое нагревание присутствует я поиграла еще где-то часа два в папку на этом смартфоне и нагревание честно говоря выше не заметил ну то есть как он изначально за первые 30 минут нагрелся так на протяжении двух часов примерно такую же температуру и поддерживал и это очень круто потом я установила 3d mark и запустила парочку тестов потому что синтетика все-таки нагружает смартфон на максимум и вот здесь конечно смартфону пришлось не сладко потому что температура во время теста достигала 48 градусов и это ого-го сколько но такая картина сложилась после экстремального стресс-теста который капитально как я уже говорила ранее нагружает смартфон однако в защиту охлаждения стоит сказать что после теста буквально за считанные минуты смартфон также быстро стал холодным и вот переходим к самому главному переходим конечно же камерам и честно скажу вам фотографировать на него мне понравилось снимки получаются но очень классными я вот сейчас еще раз решила запустить галерею для того чтобы посмотреть ту красоту в которой я плавала отдыхала в общем эмоции мои еще бы раз повторить этот отдых в общем снимки мне здесь очень понравились причем даже больше мне наверное понравилось фотографировать именно в ночное время ночные снимки получаются даже слегка интереснее чем в жизни параллельно я конечно делала снимки на iphone 12 и 10r это вообще небо и земля и выигрывает тут realme gt neo2 определенно лучше детализация лучше в целом передачи красок причем даже если работает зумом получается очень приличный снимок днем при хорошем освещении вообще жара снимки яркие насыщенные при этом выглядят гармонично портретные фото тоже получаются классными стоит правда солнышку уйти и какие-то мелкие элементы размывает напрочь вот тут например пропала куда-то моя рука ничего себе я ее мелким элементом назвал хода короче порой даже крупные значимые элементы тоже размывает части тела почему элементы сейчас я покажу вам два снимка только у меня к вам небольшая просьба уже на берегу только пожалуйста не угорать вот вот пожалуйста серьезно нет не надо ржать сейчас хорошо у меня к этим двум снимкам большие вопросы при том что в жизни я так не выгляжу да и сейчас можете понять что я выгляжу не настолько плохо насколько получились эти снимки в общем готовы напоминаю что я сейчас взяла с вас обещание в общем смотрим пам пам заметили что-то необычное ладно короче сейчас покажу и расскажу на что стоит обратить внимание я тут расхвалила камеру от реалами но вот эти два снимка мне честно говоря не дают покоя до сих пор как так получилось я просто не понимаю в общем смотрите первый обращаем сейчас внимание на синяки под глазами я даже специально укрупную чтобы вы ничего лишнего не подумали вот вам прямо сейчас следующий снимок уже как бы ок да а теперь снова верну на предыдущий и я даже не знаю возможно искусственный интеллект каким-то образом считал эмоцию на моем лице а здесь явно прослеживается что я в тот момент была крайне недовольна поэтому он такой окей усилим еще больше драмы и сделаем тебе синяки под глазами и поставим какую-то черную точку над губой в общем ладно забыли следующий снимок я уже давно сняла брекеты но тут просто посмотрите на мои зубы и я опять вот даже не знаю может быть смартфон намекает мне на то что с брекетами было лучше а вы что думаете друзья я просто в неведении и знаете что слава богу что таких спорных снимков было всего два из примерно пятидесяти но тем не менее мне как девочки вот крайне неприятно было что еще следует сказать что тут стереодинамик один основной снизу и 2 разговорный который ближе к дисплею верхней части но звук все равно получается очень крутым и можно смело показывать компании какие-то видосики со звуком с динамиков они через наушники звук прям очень хорошие с наушников конечно тоже можно слушать все без нареканий даже вот сейчас открою youtube чик включу что-нибудь из джастина битера например громко сейчас поставила где-то процентов на 70 короче очень круто мне нравится как звучит этот смартфон поэтому смело можно слушать какие-то треки просматривать сериальчики если у вас при этом нет диагонали побольше но в общем класс класс что есть стереодинамики порой очень нужны ну и конечно же топчик это батареи на 5000 миллиампер час которая с нуля до 100 набирает буквально за 35 минут проверяла и это действительно так друзья это очень круто и крайне выручает когда у тебя зарядка садится например а тебя просто нужно где-то зарядиться и времени нет и вот и быстренько вставил этот 65 ватный ватный блок в зарядку зарядился хоть на немножечко за 15 минут он заряжает он больше чем на 50 процентов и все и полетел дальше по своим делам короче очень круто за это конечно 5 баллов и еще учитывая что это игровой смартфон и батарейка тут как в принципе нужно намного кто это прям класс и хорошо что этот смартфон вышел в конце этого года потому что таким образом я могу смело сказать что этот смартфон и является на данный момент пожалуй лучшим устройством не только от компании реалми но и среди конкурентов в этом ценовом сегменте 870 процессор с поддержкой 5g 120 герц 6,62 дюйма дисплея стереодинамики основная камера на 64 мегапикселя 5000 миллиампер час батареи что еще нужно для счастья друзья а напишите мне пожалуйста об этом в комментариях ну а ссылочку на этот смартфон я оставлю в описании вам же говорю спасибо огромное за просмотр этого видео и поздравляю с наступающим новым годом хотя на моем канале может быть выйдет еще одно видео а может быть даже парочку но тем не менее трубой больше мне не посмотрите в общем пока